Здравствуйте! Питивисто! Сегодня я хотел бы рассказать вам об империи инков, американской империи. Текст подготовил Ральф Петер Мертин. Правители государства инков обладали огромной властью и фантастическим богатством. Почему же оно так быстро пало под натискописпанским? Упак Юпанке в пути. Как солнце день за днём обходит небосвод с востока на запад, так и правитель инков объезжает свою империю, опутанную сетью дорог, проложенных через горы и долины, реки и пустыни, ущелья и болота. Грядёт великая инка. Уборщики расчищают перед ним дорогу от камней, выщипывают травинки. В городах подданные выстилают улицы коврами, циновками и шкурами, чтобы украсить мостовую и сгладить неровности. Упак Юпанке восседает на носилках. Они сделаны из самой ценной древесины, отделаны золотом, серебром, драгоценными камнями и берегами попугаев. Толпы чествуют императора, выстраивавшись вдоль пути, сделанного кортежем. Великий повелитель, сын солнца, владыка мира, выкрикивают они с безопасного расстояния. Не дай бог простому смертному ненарокам встретиться взглядом с сыном солнца. Императорский паланкин плотно зашторен. Не стоит ветерку слегка пошевелить полок, как по толпе прокатывается испуганный ропок. Пять тысяч воинов с прощами маршируют перед носилками живого бога. Две тысячи из них входят в его личную гвардию, состоящую из представителей знати. Их отличительная черта – короткостриженные волосы и тяжелые золотые кольца в ушах. Жители тех мест, где император соблагодарил остаться на постой, делают ему подношение – листья коки, лам, кукурузу. Бедняки, которым нечего преподнести дару, вырывают у себя ресницы и сдают их с ладони в сторону сына солнца. 1476 год. Тупак Юпанки едет из своей высокогорной столицы Куску в недавно завоеванные земли на побережье Тихого океана, чтобы посетить святилище местного бога Пача Кумака. Его храм – главный центр паломничества в Древнем Перу, расположен неподалеку от современной Лимы, в цветущей долине реки Лурина. Император приносит в жертву Пача Кумаку богатые дары. Вместо того, чтобы запретить его культ, он встречает этого бога Оракула в пантеоинках. Но их высшим божеством по-прежнему остается Инти, бог Солнца, небесный отец императора. Тупак и Панки отцепоряют триумф малочисленного племени из высокогорной долины Вандах, которая сумела всего за несколько десятков лет подчинить себе соседние народы и создать одну из величайших империй в истории человечества. К 1520 году владения инков уже тянутся на 4600 километров от юга современной Колумбии до центра Чили, простираясь шире до джунглей Амазонской низменности и аргентинских степей Кран-Чака. На этой территории живет более 250 племен, в общей сложности около 10 миллионов человек. Это царство географических контрастов. Вдоль Тихого океана тянется прибрежная пустыня. Центральная часть страны занимает Ангский регион с эректами Кордельер, высотой до 6000 метров над уровнем моря, плодородными речными долинами в щели и горным плато Альтиплана на высоте 4000 метров. На севере Нагорья распространилось крупнейшее озеро Южной Америки Титикака. На востоке горы круто обрываются, приходя в тропические леса Амазонии. Океан, джунгли и пустыни образуют естественные границы империи инков. О первых восьми правителях инков известно немного. У этого народа не было письменности, поэтому историки опираются на записи испанских хронистов, которые записывали в XVI веке устные предания инков. Из них следует, что основателем династии правителей инков был легендарный Манка Капак, который построил примерно в 1200 году город Куско. Считается доказанным, что приблизительно до 1438 года сфера влияния инков распространялась только на город Куско и одноименную долину. В тот год индейцы Чанка, соседи и могущественные соперники инков с севера, совершают крупный набег на их территорию. Правитель бежит из осажденной столицы, но его сыну удается отразить нападение, несмотря на численный перевес противника. Жители Куско возводят его на престол под именем инка Юпанки, достославный инка. Но в историю девятый правитель войдет под другим титулом. Почекутек, стрясатель земли. С его именем связана беспрецедентная территориальная экспансия инков. Инки – это название племени, которое первоначально распространяется только на население столицы. С возникновением империи все жители долины Куско причисляются к господствующей кассе и получают право именоваться инками. Чем ближе степень родства с правителем, тем выше ранг. Особо отличавшиеся и высокопоставленные инок племенники, которые не являются инками по крови, могут стать инками по привилегии. Куско, наверное, единственная столица в мире, построенная с претензией на мировое господство еще до создания империи. Сверху ее очертания напоминают силуэт гуганской пумы, символизирующей силу и могущество Бога Солнца. Перелет из столицы Перу-Лимы в Куско занимает 2 часа. Опытные пассажиры стараются на это время выпить как можно больше чая из листьев коки. Так легче адаптироваться к 3500-метровой высоте, на которой находится Куско. Уже 500 лет планировка города остается неизменной. Камни в массивных стенах дворцов и храмов подогнаны настолько тщательно, что в стыке между ними не проходит лезвие ножа. Об этом, кстати, существует множество репортажей, которые сделаны в лаборатории альтернативной истории. Вы можете в интернете легко найти. И там делается множество предположений и версий, каким образом это было построено вообще. Разрушить их не удалось даже испанцам, одержимым идеей перестройки города. Каменная кладовка инков поддерживает любые подземные толчки. В 1950 году землетрясение разрушило многие постройки колониальной эпохи. Тогда под развалинами Доминиканского монастыря обнаружились невередимые стены трех инских храмов. Испанцы использовали их в качестве фундамента. Историки Теодора Ампе Мартына встречают меня на главной городской площади Пласа де Армас. Во времена инков они назывались Паакайпата и было в два раза больше. Сюда они свозили землю и культовые объекты со всех заплаченных территорий. Не стоит идеализировать инков, считает историк. По его словам, движущей силой их империи было не стремление цивилизировать остальные народы, а воинственная вера элиты инков в свою богоизбранность. Первый поход по Чакутек совершил в 1440 году на юг к озеру Титикака. Благодаря огромному водоему здесь на 4000 метровой высоте поддерживается сравнительно мягкий климат, позволяющий выращивать картофель и киноа, высококалорийный злак, который растет только в Андах. На высокогорных лугах пасутся миллионы ламп и альпака. Озеро богато рыбой. Его берега и острова – это один из богатейших регионов Доколумбовой Америки, процветающий за счет караванной торговли и животноводства. По Чакутек побеждает самое сильное местное племя Колла. По его появлению на их священном острове Солнце воздвигается храм инков. Коренных жителей выселяют с острова, а на их место заселяют чужаков, незнакомых с традициями Колла. По Чакутек целенаправленно стирает историческую память поколенного народа, перекраивает на свой лад предание. Одновременно он осаждает культ личности. Но аудиенцам запрещено смотреть ему в глаза. Подходить к нему можно лишь босиком с грузом на голове в знак покорности. Каждый день его облачают в новую одежду, а старую сжигают, чтобы ни один простой смертный не осквернил его своим прикосновениям. Он же возводит близкородственный брак в ранг привилегий правителя инков. Род детей Солнца должен хранить чистоту своей божественной крови. Своего наследника, сын Тупака Юпанки, который с 1463 года становится сопротивителем отца, правитель инков возводит в ранг божества. Ему поклоняются как живому богу, приносят жертвы и молятся. Так же почитают умерших правителей, ведь боги не умирают. Их мумии хранятся во дворце, их сжигают на всех важных событиях, парадах, празднованиях для солнцестояния и нового урожая. Сидя на золотых скамейках в царном обличии, они взирают на происходящее своими золотыми глазами. Империя инков расширяется, молва об их непобедимости разносится все быстрее. Нередко возили других племен, добровольно приезжают в их столицу, чтобы признать себя их лассалами. Фундаментом империи служит стремление инков подтвердить делами свои притязания на роль распространения цивилизации. С приходом инков вечные распри между индийскими племенами сменяются стабильностью. Все конфликты улаживаются бескровно по решению императора или одного из его наместников, выступающего в качестве третейского судьи. Масштабная программа увеличивает площадь пахотных земель, а растительные каналы и искусственные водохранилища превращают пустыню в плодородные пашни. Осваиваются даже крупные склоны, крутые высокогорные долины, на которых разбиваются земляные трассы. Всего в 30 километрах от Куска в священной долине Урубамба стоит еще один образцовый город инков – Писак. Уже издали видны ступенчатые террасы, поднимающиеся на сотни метров по склону горы. На них инки выращивают картофель, киноа и кукурузу, искусственно орошая почву. Горные ручьи над террасами были перегорожены плотинами. Вода из-за пруд поступала вниз по вырубленной горе каналам. Склады и храмы, обсерватории, ритуальные пьедесталы и сотни пещерных захоронений доказывают, что этот город был не просто шахтерским поселением, а рентгензиозным центром. Чуть дальше, на восток, посреди горного плато, зияют воронкообразные террасы Марай. Здесь была сельскохозяйственная лаборатория инков, предполагает австралийский исследователь Джон Эрлс. Когда-то инки углубили здесь на 50 метров естественные впадины и покрыли их уступами так, чтобы солнечные лучи падали на них под разными углами. Благодаря этому температурный перепад между самой нижней и самой верхней террасами составляет 15 градусов Цельсия. Возможно, инки подбирали здесь опытным путем сорта Маиса, наиболее пригодные для высокогорья, считает Эрлс. Без исследования интенсивных технологий выращивания кукурузы обеспечить города инков продовольствием было невозможно. Из Алиян Тайтамбу ходит поезд до самого знаменитого города инков Мачу-Пикчу. Путь проходит через несколько климатических зон. В долине Куска сейчас засушливый сезон. Холод, бурый ландшафт. Но чем дальше идет поезд на запад, тем выше влажность и пышнее растительность. Высятся вековые деревья, поросшие лианами, папоротниками, белой архидеей и вьюнками. Глухо шумит река Урумбаба, Урубамба, в глубоком каньоне, по дну которого проезжает узкоколейка. На рассвете я поднимаюсь пешком к вратам солнца, Инти-Панку. От вида на Мачу-Пикчу, который раскинулся на 250 метров ниже, захватывает дух. Река Урубамба темно-коричневой лентой развивает подножие горы. В ее седловине столетиями таится затерянный город Инков с его террасами, каменными резервуарами для воды, площадками, лестницами храмов и дворцами. Здесь сохранились все, кроме крыш. У города четкая планировка. Вокруг центральной площадки три группы сооружений разного назначения. На юго-востоке расположен дворцовый комплекс. На западе главный храм, салтаревый для жертвопоношений. На его верхней площадке установлен священный камень солнца Интьюа-Танна, служивший солнечными часами. Напротив храма – жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками с лабиринтами, лестницами и узких проходов. Сто лет назад Мачу-Пикчу обнаружил американский археолог-путешественник Хайрам Бингем. Вообще-то он искал последнюю столицу Инков, в которой правитель укрывался от испанцев. 24 июля 1911 года в долине Урубамба местный мальчик отвел его на вершину горы, к руинам древнего города. Через год он организовался для экспедиции. Ельского университета США ученые рассчитали все постройки от растительности. Бингем расчистили. Бингем сделал более 700 фотографий и опубликовал отчет, который мгновенно прославил его США и Европе. В Перу эта история не вызвала восторга. Прежде всего потому, что Бингем увез все свои находки с собой. 220 предметов из серебра, меди и бронзы, 550 керамических изделий и 173 мумии. После раскопок он оставил город зарастать сельвой и вернуться сюда только через 33 года. Перуанцы долго добивались возвращения его находок. Лишь в феврале 2011 года соглашение с Ельским университетом было достигнуто. Часть его ингской коллекции передадут Национальному университету аббатства Сан-Антонио в Куско, где для ее хранения будет издан научный центр с музеем и лабораторией. Курировать его намерены оба университета. Что представлял собой город Мачу-Пикчу? Он не был захвачен испанцами, никогда не был разрушен. Но установить его возраст по стенам и гладко ошлифованным белого гранита так же трудно, как определить назначение его зданий, число жителей и понять, зачем они поселялись на 2450-й 50-метровой высоте, вдали от центра империи. Неизвестно даже его настоящее название. Перуанские археологи Альфредо Валенсия и Арминдо Гибае посчитали, какой урожай давали поля на террасах окружавших город. Ими можно было покормить всего от 300 до 600 человек. А построен Мачу-Пикчу с таким расчетом, чтобы вместить вдвое больше людей. Либо в город постоянно завозили продовольствие, либо его население было гораздо меньше, чем считалось до сих пор. Эти данные согласуются с выводами ученых с Ельского университета Ричарда Бургеса и Люси Салазар. Изучив ранее неизвестные испанские документы 17 века и найденные в Мачу-Пикчу керамические изделия, они пришли к выводу. Этот город не был ни обычным поселением, ни крепостью, ни религиозным центром. Он служил в зимней резиденции императора. Основал имен Пачикутек. Пачикутек умирает в 1471 году. Лучшие воины несут его тело в Паланкине по улицам Курска. За ним исследует траурная процессия плакальщиков с черными лицами, покрытыми сажей. В храме Бога Солнца приносят в жертву лам. Сотни его жен и слуг приближенных совершают ритуальное самоубийство, чтобы присоединиться к нему в задовольной жизни. Траурные церемонии продолжаются целый год. Ими руководит сын императора Тупак Юпанки. Вскоре ему предстоит раз и навсегда доказать военную мощь империи. Пока что инки нигде не встречали равного по силе противника. Но теперь им противостоит правитель государства Чиму. Его владения простираются от побережья Эквадура до центральных областей Перу. Житель его столицы Чанчак меньше, чем в Куско. Его золотари искуснее инских мастеров. А сам он так же амбициозен, как правители инков. Долгие годы инки ведут тонкую дипломатическую игру, переманивая на свою сторону всех союзников правителей Чиму. Только когда тот оказывается в полной изоляции, Тупак Юпанки решается на это сражение и побеждает. Но авторитет пораженного врага так велик, что император назначает своим наместником его сына. Золотых и серебряных дел мастеров переселяют в Куско. Отныне они будут отслуживать только элиту инков. Затем Тупак Юпанки обращает взоры на восточные склоны Анг. Там на высоте 1200-2500 метров расположены плодородные долины, на которых растет кукуруза и кока. А чуть ниже начинаются джунгли, источник ценной древесины, бамбука, каучука, перьев, экзотических птиц и лекарственных трав. Но главное, там есть золото. Затопленный до отказа 35-местный самолет боливийских ВВС с опозданием вылетает из Эль-Аль-Тапо, аэропорт в Ла-Пасе, расположенный на высоте 4100 метров перед вылетом, и пришлось сметать свежевыпытанный павший снег с крыльев. Через 4 часа мы приземляемся в знойный Риберальте, город на самом севере Боливии, в местах Слиаль-Турек Рио-Бени и Рио-Мадре-де-Диос. Обязан своим появлением каучуку Мугуму, который разразился здесь 100 лет назад. На берегу уже ждут Ари Сирьянин и Юхуан Хальдин. Финский археолог и его боливийский коллега сделали в Амазонских низменностях поразительную находку. Они обнаружили ингскую крепость посреди джунглей в 400 км к востоку от предполагаемого места его расположения. Жилистый и бородатый финский исследователь ведет меня по лесу. Как ему удалось найти крепость, если она целиком заросла джунглями, вместо ответа он разворачивает карту района и молча указывает пальцем на прочную надпись. Я с трудом разбираю слово «ринус», то есть «развальная». При строительстве этой крепости инки, как всегда, умело использовали особенности рельефа. 600-метровая крепостная стена, первоначально достигавшая высоту 5 метров, проложена вдоль высокого обрывистого берега Рио-Бени. Благодаря этому она становилась в два раза выше. На территории крепости площадью 14 гектаров Сирьянин нашел и датировал фундамент защищенной башни и ворот. Цитадель была построена при правлении Тупака и Панки в конце 15 века. Возведение такой крепости было затратным делом. Значит, властители Кузка придавали большое значение контролю над восточными подступами Кандом. Именно оттуда исходила реальная военная угроза. Самыми упорными противниками инков были не высокоразвитые народы Ант и Тихоокеанского взморья, а индейские племена с восточных равнин. Инки побеждали всех соседей, у которых уже сложилась государственность. Обычно для этого было достаточно заплатить чужую столицу и свергнуть правителя, как это произошло в случае с Чимом. Но в джунглях Амазонии и саваннах Гран-Чака не было ни государственных традиций, ни иерархий. Там было лишь отравленные стрелы, змеи, всевозможные болезни и неуловимый враг, который словно растворялся в амбле зеленого ада. По последним научным данным, инки столкнулись даже с переселением народов, нашествием равнинных племен с востока на запад. Индейцы, Угарани и другие племена действовали подобно германцам и славянам, наседавшим на границе Римской империи. Они постоянно совершали набеги на владение Сына Солнца, грабили его сарковищницы и опустошали богатые сельскохозяйственные районы. При правлении Уайна Капака 1493-1527 года империя инков достигает зенита своего могущества. Наместники императора управляют провинциями, вершат правосудие, собирают дань. Монументальные сооружения символизируют божественное признание инков править миром. В империи все строго регламентировано. Государство определяет, когда следует засевать поля и убирать урожай, работать и даже жениться. Государственные инспекторы Токаевикок, всевидящие, разъезжают по стране, наблюдают за населением и докладывают о нарушениях. По мгновению руки правителей собирается десятитысячная армия. Прокладываются дороги и возводятся дамбы. Каким образом отряды из 168 испанцев удалось разрушить такую гигантскую империю, над этим вопросом уже давно ломают голову ученые. Незадолго до своей смерти, в 1527 году, Уайна Капак уезжает, узнает, что на побережье Перу высадились какие-то белые пришельцы, которые грабят его дворцы. Он не понимает, что происходит, и даже не догадывается, что причиной массовой смерти его подданных стали новые болезни, занесенные из Европы. Оспа и корь. От оспы умирает и он сам. По традиции инков трон наследует только сын от брака правителя и родной сестрой. Но после смерти Уайна Капака власть пытается захватить сын его наложницы Атауальпа. Он отказывается присягать законному наследнику Ааскару и вместе с верными его войсками ввергает империю в трехлетнюю междоусобную войну. Пока сам Атауальпа ожидает подкрепления к северу от Кусска, его войска захватывают столицу. У Ааскара берут в плен, а позднее убивают. Солдаты вырезают десятки тысяч его сторонников, нищеня ни женщин, ни детей. Еще несколько представителей инкской земли. Знати не подверглись таким уничтожениям. Они обреченно ждут прибытия Ата-Альпы, который медленно приближается к городу с севера во главе своей армии. Но ему не суждено войти в столицу. Путь он узнает от своих разведчиков, что с ним желает встретиться предводитель испанцев Франсиско Писарро. Ата-Альпа приглашает конкистадоров на переговоры в город Кахамарко, где планирует встретиться с их восьмидесяти тысячным войском. 16 ноября 1532 года он со своей армией разбивает лагерь у Кахамарки. С эскортом из пяти тысяч воинов он входит в город, где его уже поджидает испанцы, укрывшись в домах. Самозванец не подозревает, что они воспользовались политической смутой в стране и заключили союз с его противниками. Кортеж торжественно вступает на главную площадь Ата-Альпа, восседает в открытом паланкине, который несет восьмидесяти знатных инков в синих одеждах. Писарро понимает, что его единственный шанс пойти в Абанг и взять в плен инкского правителя, вокруг площади лежат засады его солдаты с аркибузами и несколькими фальконетами, небольшими пушками. Писарро посылает вперед монаха, который призывает Ата-Альпу обратиться в христианскую веру. Он отказывается. Тогда Писарро командует открыть огонь. Знатные инки, держащие императорский палатин, один за другим падают замертво. Их тут же сменяют другие. Никто не сопротивляется. Сам Ата-Альпа словно впал в пространство. Он сидит неподвижно, не отдает никаких приказов и просто смотрит, как расстреливают его людей. За несколько часов бойни в Кахамаке испанцы уничтожают от 2000 до 2000 индейцев. Войско инков в панике разбегается. Ата-Альпа попадает в плен. Позднее его казнят. Потеря испанцев один чернокожий слуга. 15 ноября 1533 года Писарро без боя вступает в Куску. Жители столицы приветствуют его как освободителя. Ведь благодаря ему они неожиданно избавились от своего главного врага. Конкистадор действует хитро. Он возводит на престол Манка, брата Уаскара. Только через два года Манка поймет, что Писарро стремится раздробить империю сынов солнца. Все эти два года испанцы грабят святилища и могильные склепы. Насилуют жрец храма в солнце. Отбирают у инков дома и поместья. Авторитет правителя падает. Под нажимом верховных жрецов и военачальников Манка наконец проявляет инициативу. Он бежит из Куска и призывает к всеобщему восстанию против испанской тирании. На автобусе я возвращаюсь в Священную долину, к северу Отпуска. В том месте, где долина реки Урамбаба переходит в узкий каньон, стоит самая мощная ингская крепость – Альет-Таинтамбо. Ряды террас снимаются по склону горы. Когда-то вся она была покрыта каменными плитами. Неприступная цитадель с бассейнами, с бастионами и наблюдательными башнями преграждает проход к долине. Центральная часть сооружения – гигантская стена из шести монолитов. Самый большой из них – высотой 4 метра и шириной 2 метра. Считается, что они служили основанием храма Солнца. Эта крепость была еще и святилищем. Здесь хранились сердца умерших правителей Инка. 18 апреля 1536 года Манка собирает здесь своих бассалов с армии из 50 до 200 тысяч человек и призывает к войне с христианами. Впервые ему удается сплотить все силы Перу под единым командованием. На вершину горы идет узкая тропинка, вьющаяся среди пещерных захоронений и каменных скульптов. Внизу расположен храм. В его западной стене видны 4 наших ниши с отверстиями, к которым привязывали людей. Не здесь ли правитель Манка каждый вечер приносил жертву двух испанцев или одну лошадь, чтобы задобрить бога Инте? Отсюда Манка ведет свою армию на Куско, где укрепились испанцы с союзниками. До больше года он осаждает столицу. Идут кровопролитные бои. Здесь город объят пожаров, европейцы держатся. Когда к ним подходит подкрепление, Манка отступает. Его воины не могут устоять перед испанским кавалерией металлических доспехов с железными мечами и днестрельным оружием. В сопровождении 20 воинов, которые ведут по обе руки обессивного правителя, сменяя друг друга, он уходит по заснеженным горным перевалам в отдаленную провинцию Вилькабанда. На 30 с лишним лет она станет последним оплотом империи инков. Манка откажется вести с испанцами мирные переговоры. Сыны Солнца навсегда утратили славу непобедимых воинов. Но религиозный культ инковских правителей сохранится еще долго. Это проявится со всей очевидностью, когда в 1572 году испанцы поведут на казнь сына Манка, последнего императора инков Тупака Амару. Более 100 тысяч индейцев стекаются в столицу, благоговейно преклоняют колени и громкими рыданиями провожают правителя в последний путь к пешофоту. Но стоило Тупаку Амару поднять руку, как вокруг воцарилась мертвая тишина, сломанная на площади, не было ни одной живой души, сообщает очевидец. Чтобы усилить устрашающий эффект казни, испанцы насаждают отрубленную голову правителя на пику и выставляют на всеобщее обозрение. Но, по словам очевидцев, толпы индейцев оставались на площади, склонившись в молитве перед священной головой, ничего не ели и не желали расходиться. Поэтому на следующий вечер вице-король приказал убрать и похоронить голову правителя. Однако среди индейцев еще долго будет жить вера в то, что в могиле у него останется новое тело, отрастет новое тело. Когда оно восстановится целиком, Великая Инка вернется и наступит новая эра. Спасибо за внимание. Вот мы с вами узнали новую информацию о государстве инков в Латинской Америке. Смотрите мой канал. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok